Два каша подряд в этом противостоянии, в следующем напоминаю, что еще по крайней мере три карты нам предстоит посмотреть сегодня Cloud9 и Luminosity Gaming, и затем Energy против, не помню сейчас говоря, ой Energy говорю, господи, Dignitas против, 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 сейчас вам точно скажу, против кого же они будут играть, против команды Liquid, конечно же, ну и начинается пистолетный раунд, начинается он с того, что команда Luminosity Gaming прошла на точку боя, уже поставила бомбу, Cloud9 решают идти на выбивание вчетвером через middle, это самое интересное решение всех, что они могли сейчас принять, и самое наверное неожиданное для команды Luminosity, они увидят, ждут возможно одного, ждут возможно троих, но не троих, четверых, так точно, Скадула делает минус по Йоллу, тут же отрубает игроку команды Cloud9 голову, делает, причем это еще и тиммейт, но правда череда разменов, которая точно абсолютно не в пользу команду Облака 9, и Luminosity выигрывает пистолетный раунд, ну как бы это не закончилось провалом, так же как и в прошлый раз, потому что такое тоже может быть, к сожалению, карта Dutrain была провальной для Luminosity, не спогляния ничего, показать нам вот слово практически совсем, нет, были интересные раунды, были интересные выходы, но все это контрилось, абсолютно контрилось, полностью, в класс ситуациях, в которых Cloud9 исполнение феноменально так, мне нужно открыть вот эту штуку по статистике мы с вами чуть попозже пройдемся по карте Dcash, но вообще в принципе всегда Cloud9 играли карту эту очень-очень неплохо, и был у них даже интересный клевый фетишечный раунд, когда они на пистолетном раунде запрыгивали на атаке втроем на буст, и затем выходили в очко два, то есть один скрип, по-моему, один мейн, и трое через Catwalk, причем вариативно, можно было там даже каким-то образом отрезать подтяжки подтяжки, подтяжки, почему подтяжки, непонятно, перетяжки от команды, от защиты, соответственно, да, как раз-таки через КТ спаун туда, в сторону Аплантана машины вот, такие дела, но здесь пока что Cloud9, видим, не очень уверенно начали, но с другой стороны, они уже сделали entry frag Crash, 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 точнее, красавчик Crash это украинский игрок, Crash это североамериканский игрок ну, типа, 4 часа, почти 5 часов ночи, я уже немножко начинаю путаться вот, к сожалению, да, сказывается некоторая усталость, и то, что я, наверное, один, я уже довольно давно не комментировал именно профессиональные матчи на каких-то официальных каналах, на своем канале, понятно вот, ну, не суть важно, Crash, еще один минуту ты завяжешь, и я лучше начинает играть в размены ситуация, все равно преимущество для команды Cloud9 правда, преимущество было потеряно, то, что Скадулу не попал второй раз, катается в сутсказы, таки, в неке своего оппонента, получается, забрать Аутиматик Атарик, один в два, давай, еще один клач-момент, и просто, сегодня весь стрим будет бориться только лишь на тебя Шоу Тайм, попытался постреляться но, к сожалению, ничем хорошим это может не закончиться подбирая снайперскую винтовку, Тайм, решает запрыгнуть, там видно его ноги, он забирает не забирает он очень близок был, на самом деле, к тому, чтобы сделать сейчас минус, но тут уже Некес в спине вот, и спрашивали, почему же последнее время официальные англоязычные трансляции проходят не на Твиче, не на Ютубе, а на Фейсбуке, потому что Фейсбук, если это можно так назвать, они выкупили права на именно трансляции, то есть, понятно, что они не используют никаких своих комментаторов, ничего такого, то есть, они просто купили, грубо говоря, ESL, да, их возможность транслировать на свой сервис вот так, то есть, в Фейсбуке, в ВКонтакте сейчас появилось что-то типа, у нас ВК Live, да, а у них какой-то свой сервис такой же, который позволяет вести трансляции, там, игровые, наверное, и всякие другие, вот, и, собственно говоря, ESL теперь работают на Фейсбуке. 0.3 пока что лимоности, крайне неплохо начинают эту карту, по крайней мере, в перспективе, они могут взять даже больше раундов, чем на карте The Train, но вопрос к Cloud9, насколько они готовы эти раунды отдавать, потому что, если Cloud9 засыпется, то они могут уже просто не отпустить, да, будут какие-то моменты, когда Cloud9, там, кто-то случайно ворвался, кто-то случайно, там, еще какой-то сделал неадекватный немножко мух, да, а может быть, наоборот, даже адекватный, но не получилось, вот, и отдал ситуацию преимущество, но, тем не менее, все-таки, Cloud9, да, будем честны, они посильнее должны выглядеть, в принципе, в этом матчапе, чем команда Ренунисти Геймера. Забирается бомба, которая чуть раньше выпала, облетает молот с полтимейсом, он решает не отрезаться с Маком, у него просто его не было, чела. Тарик пропускает оппонента, Некес стоит на стрельбу с Мак-10, в очень близкой дистанции, и делает, конечно же, здесь минус, моментально меняя свой девайс на трофейную М-ку, Скадул уничтожает ПКЛ, 2 в 2, можно идти выбивать, правда, дефлоп, к сожалению, нету, за, ну, еще и свою флочку успел замаскировать, какой невероятный игрок, перекрестный огонь, аутематик, аутематик выходит на стрельбу, забирает одного, можно сражаться, продолжать с челом, правда, у того калаш, флешечка откидывается, и аутематик тащит этот клач 1 в 2. Вот в очередной раз, возвращаясь к вопросу клачи, вот, пожалуйста, вам еще один яркий пример того, что команда Cloud9 индивидуально играет лучшей командой Luminous в данной ситуации, то есть перекрестный огонь, все, по идее, должен аутематик умирать, и, ну, а что ты можешь делать, когда на тебя смотрят два ствола, и ты выходишь, и, по идее, как бы, в тебя сразу должны стрелять оба, да, но, чем это заканчивается, в конечном счете, вот такими вот вещами, которые, к сожалению, судя по всему, на данный момент работают у команды временности не очень хорошо, не знаю, мне они, в принципе, как коллектив нравятся, да, я их комментировал буквально недавно на квалификациях, по-моему, к Dreamhack, если я не ошибаюсь, североамериканских, и они играли против, не помню, честно говоря, против кого, ну, там не самый сильный коллектив против каких был, и они были хороши, но, правда, почему-то не очень уверенно, то ли играли не очень уверенно, то ли, может быть, момент, не хочется сказать слово трусости, да, не хочется говорить это слово, но какой-то момент трусости, возможно, имеет место быть, когда временности гейминг, просто, вот, нужно выйти, но я не могу, потому что я боюсь, что меня сейчас убьют, ну, я думаю, что вам всем знакомо это чувство, и мне тоже в том числе знакомо это чувство, когда ты, ну, просто не можешь стать интрифрагером, да, несмотря, там, допустим, на то, что ты, по идее, не должен эту роль управлять, потому что в любой команде должен быть, интрифрагер изначально заявлен, то есть снайпер, как и с датом, тем временем, команда Cloud9 потеряла точку B полностью, имеет ли смысл идти убивать, но, судя по тому, как активно клачи уберутся командой Облако 9, сейвить, можно попробовать, но все-таки по позициям я бы, наверное, лучше пошел сейвить, это звучит и выглядит наиболее логично, а тем более, что для именности активно себя какой-то к выбиванию этих девайсов из Cloud9 не проявляют абсолютно на данный момент, по крайней мере, соответственно, можно с девайсами здесь выжить, экономику себе сохранить, какую-то, да, оставить на будущее, вот, ну и ждем, собственно говоря, окончания этого раунда, для именности все смогли клаудмайнам сейчас испортить экономику, это очень важно, потому что Cloud9 все-таки, покупая из раунда в раунд, являются очень грозным оружием возмездия, орудием взрывается бомбочка 1.4, опять 1400 долларов у Cloud9 за раунд но сейчас имеет смысл делать форс, то есть экономически здесь абсолютно не нужен, здесь нужно, конечно же, покупать сезэшки, играть с девайсами, которые засевили в предыдущем раунде, это полностью оправданное решение единственное, что мне не очень понятно, покупка трех пакетов дефьюз, потому что, ну, вроде как, раши аутиматик сейвили, им нужно было их купить, понятно, да, по экономике, вот, и докупить себе какое-то количество граната, а вот зачем Скадлбл я себе купил дефьюзу? не очень понятно, ну, я вижу еще смоук у него в наборе, и возможно, он собирается стать ниндзей ниндзя нет, Скадлбл пошел играть в мидл интересное решение, Тарик, а ты откуда здесь взялся? Тарик просто как команда Гоуст берется из ниоткуда правда, команда Гоуст из ниоткуда не берется, потому что у них не получается забраться из ниоткуда их ждут абсолютно везде в частности, СК Геймин, которые сегодня играли против них а вот Тарик, как и провидение прокрался в спину, сделал минус забрал девайс и выровнял себе экономику и экономику в общем и целом команды Клэнлайн, и видим, что 19 350 долларов у облачков против 20 550 долларов у команды Люминосити в данный момент стоимость снаряжения но, правда, у Люминосити все-таки есть очень важная снайперская вентовка, которая может здесь поработать, Тарик все слышит на миде вообще, все, что можно слышать куча информации собирает, но сейчас, наверное, не самое лучшее, хотя я хотел сказать что получается сделать, этот чел играет все-таки в размест, а если кто-то потерян у тебя Тарик появляется в спине и начались у нас эти вот качели, когда сначала одни взяли раунд, потом другие взяли раунд, сейчас, наверное ну, технически должны следующий раунд выигрывать Люминосити, да? наверное, раз уж качели но не факт, что это случится Тарик убил противника последним патроном где-то Тарику повезло, видимо, в миде может быть, последний патрон в калаше имелся в виду но, тем не менее, Неккес, заметьте, 10 на 2 сейчас идет за 6 раундов, что сыграли, он сделал целых 10 килов вымер всего лишь в 2 раундах и оба раунда эти взяли команду Cloud9 в своих раундах, которые Люминосити набирали он не умирал вообще ни разу прекрасный перформанс на данный момент на начале карты под номером 2 на сегодня, да? для Cloud9 и Люминосити возможно, они еще играли ИЦС я не уверен, честно говоря не успел расписание о Шелцвеи посмотреть прям полностью смотрел только вот то, что я сегодня буду комментировать для вас напоминаю, что работает Даня Джей сегодня к сожалению, в городом одиночестве Олег Мингут покинул нас на время, конечно же скоро он совсем к вам вернется ПНГ-шные картинки вот этих наклейков этих Liquid, да? посмотрите, как они на калаше забавно отображаются то есть их практически не видно не знаю, почему я решил обратить на это внимание у кого тут калаш-то, у Раш, по-моему нет, у него не тот калаш у кого еще? у Атематика а, это видимо а вот посмотрите-ка, они забавно отображаются то есть их практически не видно там эти кони они же ПНГ-шные, они прозрачные когда их вырезали они получились вот такими не знаю, мне почему-то это позабавило то есть такая невидимая наклейка ТКЛ Тарик самая непредсказуемая позиция из тех, что можно было занять Тарик просто уничтожает Тарик Челик прекрасен в своих начинаниях сегодня на карте что The Train что The Cash ну, как я говорил, начальник и Клоунтайн, конечно же, за эту карту должны зацепиться не отдать ее ни в коем случае потому что им нужно им нужно брать очки в групповой стадии если про лиги чтобы, ну, там не было натуренького потому что все еще они по-моему, вверх не попали если я не ошибаюсь нет, они на 6 позиции сейчас но все-таки есть соперники которые еще могут с ними побороться там впереди у Дигнитас 6 карт вот, ну ладно, на самом деле давайте без рофлов мы с вами прекрасно понимаем что команда Дигнитас либо, а, вылетит если про лиги и будет играть МДЛ в следующем сезоне в 28-м либо будут если постараются очень сильно у них есть шансы попасть на релегейшн матч по-моему с другой стороны в этом сезоне если про лиги участвуют на 2 команды меньше положенного по количеству команд то есть не по-моему 14 а 12 да да, 12 команд вместо 14 и может быть какие-то правила другие будут применяться к этому сезону я вот не знаю может быть все команды которые сейчас играют может быть они останутся нужно ознакомиться с правилами и спросить о компетентных в этом вопросе людей но, к сожалению трансляцию таких людей не завезли нам скадудл минус ел погибает также ранее некос пикбайчелла пикель с шоу-таймом тоже осталось на карте ну, собственно говоря погибает пикель абсолютно никто из команды Cloud9 не погиб умеет осторожно играть американцы показывают они, что все-таки терять девайсы сейчас они не должны смотрел Масприус напоминает спектатор североамериканский за шоу-таймом надеялся что сможет сделать бразильский игрок хотя бы один минус но нет но нет итак 8300 у Аутематика 3800 у ФНС 4400 у Тарика 4400 долларов у Скадудла и 5550 у Раша очень много денег и это важно это тоже стоит отметить сейчас потому что ну, проигрывая раунд команда Cloud9 в любом случае на следующий сможет позволить себе даже может быть две снайперские винтовки да, такого вы пока что еще ни разу не видели на карте ДКэш но это может рано или поздно появиться я думаю, что рано или поздно это действительно появится так, подсадочки кстати, на Шрауду подсадили забавно Шрауд играл в Cloud9 позиция названа в честь него и теперь команда Cloud9 подсаживается на Шрауды ну, вот в чате очень много на прошлой карте говорили о том что хотелось бы чтобы Шрауд вернулся но все-таки Шрауд, наверное, сейчас нашел себя в стриминге нашел себя в соревновательном плееран на Battlegrounds ну, пока что непонятна перспектива этой дисциплины да, все активно взялись проводить турниры максимально пытаться популяризировать эту киберспортивную точнее, популяризировать наверное, даже киберспортивную составляющую в принципе плеера на Battlegrounds да, потому что она не ярко выражена ну, то есть понятно, что цель игры в принципе занять топ-1 да, какой-то там ну, или набрать, может быть какое-то максимальное количество киллов но тем не менее так в точку Б интернесс погибает сразу же Тарик должен поднимать хотя бы одного или возможно хотя бы двоих нет, только лишь одного получается он 3-4 все еще можно играть главное просто своевременно стянуться и пытаться на проходе игроков команды для мной степгейминг сделать еще один там в перспективе конечно два минуса подсадочка это появляется очень интересная и пропускать его оппонента вот молотов будут так кинуть а молотов то есть есть молотов аутиметик с рашем пока что решают что они гранату тратить не хотят а это было бы важно сейчас жесть шнекеза можно было бы даже два молотова наверное туда закинуть чтобы он прям вот быстро-быстро горел оставив бомбу и пришлось бы может быть менять позицию в итоге решили клоунной пойти тут засевить в принципе что решение тоже может быть не самое плохое так вот возвращаясь может быть к плееру на облограмм я понимаю что мы комментируем в кс нужно говорить о кс все-таки колышащая всех и волнующая всех тема потому что ну можно сказать что пупка выстрелил по популярности своей вот насколько он киберспортивно направлен может быть вот это сомнительно то есть насколько долго киберспорт в плане пабга может прожить все-таки киберспорт да определение киберспорта это игра ну не в плане не в всего киберспорта да конкретно игры то есть это игра в которой рандом должен быть сведен на минимум на максимум кстати 2 снайперские винтовки и в Counter Strike рандом сведен на минимум здесь рандома нет ты если купил себе калаш ты играешь калашом а в рандом, он все-таки довольно большой, он присутствует, поэтому Харстоун не так популярен как киберспортивная дисциплина, но как очень популярен как карточная 3. Врывает сразу же в мейн-вейгерах команды Cloud9, правда тут же оба и погибают, а у Тиматика просто не пережала, вот раш начал неплохо, но зато конечно же разменяли выход в точку B. Здесь и команда Лимоносить, наверное, планируется точку A не покинули, во всяком случае, да, поэтому я сказал, что в точку B планируется выход, но пошли мидл, или пока что не пошли, непонятно. Ну вот сейчас главное, чтобы не получилось, знаете, когда ты пытаешься сыграть хитро, а получается, что ты сам себя перехитрил, потому что Лимоносить что-то отошли, сыграли подсадку, потом обратно садились, в общем, капитан командует, что может, скадудл, хороший минус, как раз преимущество было реализовывать под точкой, а сейчас 0-ми носить преимущество полностью потеряет, то есть, ладно, они были 3-3 только что, но сейчас погибает еще и игрок, который был под точкой B. И вот это критикал. То есть настолько критикал, что будет сложно даже выехать, наверное, сейчас в этом моменте, у ФНС еще и позиция прекрасная, да, это формат, прыгнуть туда, игрок команды атаки, который тут же погибает, мол, взлетел на капли, Некес справится с ФНС, заберет бомбу, откидет смок под хелпу, 13 секунд до конца раунда, сейчас чела нужно просто... Ой, Тарику, прошу прощения, подойти максимально вот так, под конец смока и просто не дать поставить бомбу. Оп, пошел выходить Тарик и не успел Снекес сменить свой девайс. 5-5. И вот два снайперска им только не работают. Продолжает Тарик играть с ВП-девайсом, продолжает скадудл. Прошу прощения, еще раз. Также отыгрывается ВП. Команда Лиминности продолжает играть с тремя девайсами, да, и двумя ЦЗшками. Любители они таких баев. За две карты, я думаю, что не только лишь я, но и вы уже хорошо это поняли. Тарик забирает хеллоп. Хорошее начало для команды. Клауд-9, счет 5-5 на данный момент по матчам, по матч-поинтам. Почему по матч-поинтам? Не знаю, короче говоря, счет 5-5. И что будет команда Лиминности делать в ситуации 4 против 5? Калаш хотелось бы подобрать. Калаш подобрать было бы совсем приятно. Все-таки просто так разбрасываться девайсами не хочется. Тарик продолжает отыгрывать с ВП. В траншее тут же у него и ФНС находится. ФНС вроде как сейчас играет в роли моей напорника Точки Б. Только я понял, то есть он на трене постоянно на Точки Б играл. ПК, Тарик отжигает. Отличная позиция ФНС. Реализовывает тебя дважды даже здесь. Новый игрок команды. Наверное, отгоняются, как был немножечко. Опять же, 42 секунды до конца раунда. На планете Лиджинс. Раш кинь молотов, пожалуйста. Или ультимати кто-нибудь. В очередной раз они экономят донаты. То, чего делать абсолютно не стоит таких ситуаций. Хорошо, что-то кинекисту байс бомба правда стоит. Но и ПКЛ тоже уничтожили. Нужно дефьюзить бомбу. Это 6-5. Лимоности поставили плент. И, скорее всего, деньги у них сейчас на байк будут. Но не так, что этот байк будет на хорошем. Можно сделать и зашичный какой-то байк. Фулк Сизиста, как говорит Евгений Слипсом Вайл. Я сижу, гадаю. А появится у нас сегодня 3 снайперские винтовки в защите. Пару дней назад кто-то такое делал. На трене, правда, но делал. В последних раундах. Но все-таки это было и смотрелось интересно. Вроде как когда-то, типа, ну, абсолютно нормой было играть в одну снайперскую винтовку. Две снайперские винтовки там осуждали. Типа, зачем это нужно? Теряет сама пенсия с командой. Потом начали две снайперские винтовки брать. Все такие, ну да, да, это рабочая схема. Слушайте, прям крутится. Работает, ведь можно так много тактик интересных придумать. Рашним неком очень мало хп, 2% и его в итоге простреливают. Некис. Престажает ФНС 3 в 3. Начало очень хорошее от команды Cloud9, но овладеть преимуществом получилось на только лишь очень короткий момент. Так вот, да. И скоро вдруг появится какой-нибудь метод с тремя снайперскими винтовками. Это будет вообще имба. Особенно в защите. Ну, то есть понятно, что в атаке это неадекватные действия. А вот в защите, почему бы и нет. То есть можно будет придумать действительно много интересных тактик. Да, новых, которых мы еще не видели. Все, в принципе, разнообразие в девайсах какое-то внести. Правда, наверное, все-таки разнообразие в девайсах можно употребить также в случае считания и в качестве разработчиков Контурстрайя каких-то новых пушек. Но, к сожалению, они не торопятся делать что-то новое. Они... Ну, давайте будем объективны. Разработчики Контурстрайка занимаются какой-то ерундой. В последнее время особенно. Так, Скадудл забирает Некеза. Кель вместе с Келом тоже должен погибать. Тайрик. Минус 2. Один пистолетом, один АВПшечкой. И это 7-5. Леминости, вот, наконец-то, с деньгами. Правда, Клауд Найн, там, игроки из раунда в раунд погибают. Некоторые е, то есть 13 раундов прошло. 9 раз Клауд Найн потеряли ФНСа. 8 раз потеряли Тарика. 7 раз потеряли Скадудла. В то время как команда Леминости, ну, там все ровно практически по... Смертян Ел 10 имеет. Больше, чем всех. Больше, чем все погибал. Так, ну и 5 калашей. Посмотрим, давайте в статистику. Немножко поупарываемся. Итак, команда Леминости. За последние 3 месяца сыграли они 8 кэшей. И выиграли из них только лишь 3. Соответственно, 5 проиграли. Не самый лучший... Не самая лучшая результативность. Из раундов, в которых они первыми делают килл, они выиграли 66... В 66% случаев они выиграют, если сделали в раунде первый килл. Вот такая интересная статистика. Самая большая победа у них 16-6 против сплайсов. Самое большое поражение тоже 16-6 против Е-Юнайт. Не знаю, что это за команда. Так. Тем временем, Скадудлу сделали очень больно на центре карты. Аутиматик тем временем еще приговорит троих своих оппонентов. Еще один минус для Раша, еще один минус для Скадудлу. 8-5. Аутиматик убил 60% вражеской команды. Это жестко. Так, теперь. Про Леминости поговорили. Теперь про команду Cloud9. Значит, кэш у них. Вот нашел кэш. Сыграно 13 карт за 3 месяца. 8 из них они выиграли. И после того, как они в раунде делают первый килл, они выиграют с вероятностью 71.3%. Что, в общем, в целом тоже. Ну, статистика получше, наверное, чем у Леминоти. На целых 5% получается. Да, правильно я считаю? Ну, примерно. Чуть поменьше. Там 4 и 8, что ли. 4, может быть, и 6. Что, по факту, наверное, особо ни на что не влияет. Ну, просто так, статистические информации интересные. Для вас. Первые 2 минуты от раша. Даже первые 3 минуты от раша. Сказал, там еще я поработал неплохо. Снайпер с комментовкой приклеивает. Очень мало хп. Ему еще расколочную гранату подзакинули. Подзакинули туда. И 9-5. Cloud9 имеет все шансы. 10-5 закрыть первую половину игры. Выиграть пистолет на раунд. 13-5. Выиграть первый девайс на 14-15-16. Все, 16-5. Габелла, ГГ, ВЦГ. Заканчиваем игру. Переходим, смотри, Дигнитас против... Кого же там? Против Люки. Почему тут все время команда Ликвид полетает? У меня из головы куда-то. А вот Дигнитас прям засели там прочно очень. Кстати, было замечание также, что гамбиты играют в три снайперские винтовки. У них не получается. Ну, все-таки это гамбиты, да. Вот опять же не хотелось бы говорить ничего плохого. Но в последнее время, в последнее время у этого замечательного стака, к сожалению, в последнее время да не получается. Так, Раш. Напорник точка БМИ... Напорник точка А, прошу прощения, точнее, вместе с аутимайтиком. Находятся они именно там. Сейчас было прекрасно слышно передвижение игроков команды Атаки. И, собирая эту информацию, у нас игрок, который на виде находится, это ФНС. Он командует своим тиммейтом передвинуться ближе к точке А. И, наверное, это абсолютно верное решение. Вопрос в том, ФНС ждут ли здесь увидеть. Ну, скорее всего, нет. А, Сплайс, да. Вот, видите, у меня глючит уже. Я что-то... Дигнитас, Дигнитас. Не знаю, почему мне так заявили эти Дигнитас. Видимо, где-то я посмотрел, что Дигнитас играют, и все. Да, Сплайс сегодня играет, друзья. Прошу прощения за дезинформацию. Это исключительно моя ошибка. Слушайте, ну какой красивый раунд получил Телеменосец. Сейчас, правда, у вас мы всегда думаем по двоим. Но, правда, попадет только лишь по одному, и тому всего лишь 46% здоровья оставит Тарик. Уже он понимал прекрасно, что поточить, наверное, не получится. И поэтому просто прыгнул, и его забрали довольно быстро. 6-9. Так, заканчивается у нас первая половина. Неплохо, наверное, что для тех, что для других. Для Клаун-Тай неплохо, потому что в защите играли. Сейчас перешли Антагу, которая для них, наверное, чуть более приятнее здесь будет. Для Миносити хорошо, потому что в атаке взяли какое-то количество раундов. Сейчас перешли на защиту, и вроде как защита всегда была. На кэш страной, которая преимущества некоторые имеют, да, в плане набора раунда. Потому что, ну, вроде как тебе нужно просто стоять и защищаться, никуда особо не передвигаясь. Посмотрим, в чем закончится первый пистолетный. О, второй пистолетный, прошу прощения, еще раз. Так, ну и далее все правильно мне поправили. Сплайс против Ликвид, сплайс, не Дигнитос. Это, еще раз повторю, моя ошибка исключительно. Куда-то не туда посмотрел. Вот я всю статистику уже проговорил по картам. Есть что-то даже вот в этом маленьком перерыве меня еще рассказать. Ну ладно, давайте тогда турнирную таблицу разберем. Нужно только и обновить. Так, Люминосити, 15 игр, 8 побед. 25 очков, Cloud9 26 очков. Статистика примерно та же самая. Ну вот они тут два раза на допах проиграли, в то время как команда Люминосити проиграла на допах только один раз. Так, насчет сплайсов, насчет следующего представления. Ликвидов вообще трогать не будем, там и так с ними все ясно. Сплайс, 16 игр, сыграны 4. Победы, нет, 5 побед, 5 побед. Одна из них на допах, и там, по-моему, одно очко дается. То ли два, то ли одно. Два очка, соответственно, на допах. За победу на допах дается два очка, за поражение на допах одно очко. За чистую победу без допов дается, соответственно, три очка. В рейтинговой таблице есть сайт про лиги седьмого сезона. Так, ну и Cloud9. О, слушайте, ну это почти тот раунд, о котором я говорил еще в начале этой карты, да, но не совсем. Не совсем. В этот раз они играют на точку Б, и они без густа. Они просто вывалились в миддл, в котором абсолютно никого не было. Нужно капли прочекать, тут игрок команды защиты. Челла тут же погибает, правда, Раша, он забрать все-таки успел. Это очень важно сейчас, по-моему, что это было уже 4-5. А вот теперь уже, ну, короче говоря, ситуация очень плохая для Люминосити. Правда, довольно быстро там затыкали ФНС, ФНС успел где-то сделать минус, видимо, по игроку, который на планете изначально находился. Бомбу забрали, бомбу должны сейчас начать ставить. Натыкивает ПКЛ куда-то в смок, правда, никому абсолютно не попадает. Бомбу так и не поставили, ПКЛ ворвался в план, сделал там минус, Елт, тоже погибает. Начинает стрелять, сходу со своим импонентом, минус 1. Ой, Энекис, какой красивый фрэшот, Антарик, правда, лоуэч, пишного игрока команды защиты не простит. 6-10. А Клауд-9 же два пистолетных раунда взяли, да? Нам, правда, не покажут этого? А, нет, нет, первый пистолетный раунд Люминосити взяли, точно. Да-да-да, было дело. Так, тут Клауд-9 сразу решили законтрить поджимы, либо и в мейн. Потому что понимаешь, что СИЗИ, тут самый популярный сейчас очень пистолет, может действительно много работы сделать, если куда-нибудь два человека ворвут с этими ЦЗшками в мейн, там можно всех поубивать. Поэтому, наверное, решили, не дай боже, лучше молотов потратим на это, но чтобы там не врывались в наш уютный теплый мейн. Аутематик пока что выходит на Кэтвиллок, прочекал он точку А. Частично, конечно же, не позволяет его позиция прочекать все полностью. Тем временем погибает Некас. Начинается выход команды Клауд-9 именно под выстрел Аутематика. Как раз ел Шолтайм, он погибает довольно быстро. Чела последний. Ну, чела. Один в поле не воин в данной ситуации, к сожалению. То есть был бы он где-то под Аплентом, там один в два, один в три, да, он бы посражался. Но здесь, к сожалению, он максимально бесполезен в этом раунде был. Возможно, еще сможет кого-то забрать, вообще какой-нибудь условный... Ладно, на самом деле, неважно, какой девайс, любой девайс в данной ситуации был бы хорош, но Тарик просто не дает жить чела. Это 6-11. Террористы победили без побед... без побед... без потерь. Сейчас бы без побед побеждать. Друзья, ну вот, насколько я понимаю, на первый матч на лиге ставок у нас есть коэффициенты. Сплайс 4-28, ликит 1-18. Абсолютно оправданные коэффициенты, учитывая позиции команд, в частности, да, в групповой стадии. И СЛ про лиги. Вот, да и, в принципе, по силам команд, конечно же, все абсолютно обосновано. Так что Тайм не выжил. Причем, он, по-моему, даже не особо там и стрелял, то ли я просто этого не услышал. По идее, стрелять в этой позиции ему было просто суждено. Просто сиди, стреляй, настреливай, там, наноси урон хоть какой-нибудь, чтобы попытаться кого-то убить. Потому что, если команда Клоу-9 будет продолжать выживать в полном составе, там их убивать вам придется бесконечно долго, алюминосите. Помяните мое слово. Так, ну, Ел один против всех. В этот раз он один, конечно, в поле войн, но... Вот Мак-10 это совсем не тот девайс, который хотелось бы видеть у себя в руках. Релоуд. Утиматика, конечно, осторожная игра, но все-таки не оставляет абсолютных шансов. Ел двукратные преимущества команды Клоу-9. О, знакомые посадки. Так, увидел. Кстати, игрок команды защиты, скорее всего, тоже этот пацан успел заметить. И вот теперь он пикать, наверное, в этой позиции не будет. Понимает игрок. Лиминой стиш, то все-таки антифраг. Отдать своим оппонентам, это означает, скорее всего, проиграть девайс-то раунд. А с девайс-то раунд можно зацепиться, заикариться и там... Ну, где-то сделать камбэк. Какой-то теоретический. Опять же, на данный момент кэш смотрится намного более интересно, нежели тот же Трейн. Хотя Трейн тоже хорош был. Что для тех, что для других. Но еще раз вспоминаем клатч-моменты, которые Клоу-9 абсолютно безапелляционно выигрывали постоянно. И свели это все, конечно же, к своей победе. Так, ну перемещение пока от команды Клоу-9. Один по токсикам находится, восьмой игрок. Это Тарик. Своим Галилом. Также три игрока находятся под Аплантом. Ну и забавно то, что Тарика... Так и решили оставлять это под точку Б. Как Клюркер, он будет действовать, наверное, через миддл. Я полагаю, когда команда Клоу-9 уже начнет свой выход и стянет сюда все силы защиты. Он выйдет такой в Кэтволк, скажет, Привет, парни, я готов вас убивать. Тем временем пока что отрыгивает, не выносит гейминг под точку А. Понимаю, что сейчас, наверное, лучше сыграть более закрыто, да, нежели открыто. И Кэрис Туэнте прилетает ему моментально в голову. Куча разменов Фнесс еще и у тематику успел забрать. И вот как раз через Кэтволк сейчас уже должен был выходить Тарик. Но Тарик там стоит. Никуда вообще не торопится. Вот сейчас он пошел отрезать сейв коллектива Луминосити. И именно вот это то, что нужно сейчас сделать. Потому что если не дать им засейвить, то все. Там точно абсолютно команда Клоу-9 должна брать 14. И возможно даже 15. Ну 15 вряд ли, потому что, во всяком случае, на сколько мне получится 15 взять? Ну, рано или поздно, да. Должны это сделать. Так, Тарик понимает, что где-то здесь точно кто-то есть. Но где? Где эти люди? Вот они. Тарик сразу же без головы шоу-тайма оставляет. Позиция, возможно, Челу ему сейчас не до конца понятна. А Челу, ну, я согласен, это не самый предсказуемый момент. И Челу решает просто не стрелять, потому что да. Девайс тут намного важнее, чем этот скилл, чем эти 300 долларов, которые он в итоге за этот скилл получил в перспективе. 6-13. Команда Клоу-9 берет еще один раунд. И там довольно много подряд уже взяток. Кстати, команда Рим Нойсти неплохую экономику себе сколотила. Ну, и что я имею в виду, когда я говорю, что неплохую экономику себе сколотила? В том плане сколотила, что... Создала, да? Если кому-то непонятно назначение, снова сколотила. В том плане, что... Довольно много раундов подряд проигрывают, да? Соответственно, получают с каждым раундом на 500 долларов больше по сравнению с предыдущим. И это круто, конечно. Но! Не взяв 16 раундов, карту не выиграешь. Ну, если без допов. Так, челл сразу отхватывает по руке. Аутиматик делает минус нека. Старик прикрывает тиммейта, челла погибает. Как раз единственный девайс команды Рим Нойсти, к сожалению, в этом раунде реализовать уже не получится. Возможно, шелл тайм. Заберет, если позволит сделать это Клоу-9. Знаете, так... Вольготные позволялки. ПКЛ подпушил мейн. Много информации сейчас, на самом деле, у Лим Нойсти есть. То есть, и ПКЛ вот стоит, собирает инфу, да? Слушает, кто там куда чего. По штампу, знаешь, как Аутиматик забирает шелл тайм. Тут, правда, Скадута бомба. Он нафигал своего оппонента. Скадута должен здесь, по идее, погибнуть. А, нет, бомба не с Кадута. Мне почему-то казалось, что он ее взял. Скадута в итоге не погибает. 54% здоровья остается у игрока команды Клоу-9. Плюс еще его прикрыл тиммейт. Это все хорошо. Но видно, что в стайке команда Клоу-9 действует очень слаженно. Не знаю, вот то, что они начали... Как они играли после мажора, мне очень сильно не нравилось. То есть, они были, ну... Вот, не та команда, которая должна была выиграть мажор. А здесь все у них прям, вот, красиво. Красиво выглядит. Действительно круто. То есть, видно и слаженность между игроками, и командные связки взаимодействия. Начинает Некис настреливать на бус, закидывает расколочные гранаты. ФНС 54% здоровья, Некис уходит. Некис отсейвился более-менее. И команда Луминос в очередной раз пропустила игроков, команда так и в миддл. Ну, еще не совсем пропустила, но, во всяком случае, потеряла контроль над центром карты. Это критически важно для защиты, в принципе, да, территории, которую нужно же, конечно, каждый раунд отыгрывать и каждый раунд пытаться за нее сражаться. Пока что большую часть контроля именно Cloud9 на этой точке имеют. И это, можно сказать, кстати говоря, последним байом для команды Луминосити. Хотя, все предпосылки для того, чтобы этот бай взять, у них абсолютно точно есть. Там у ФНС, каленый, аутиматик 27% и у Тарика 52% всего лишь. Это действительно немного. Ну и придется за этот раунд Cloud9 посражаться. Шелтайм. Минусов ФНС Старик уже разменивает игрока в втором шее, Челла продолжает играть за пунктом. Два минуса от Челла, сказал, что устроит играми минус. Манеки, Су Челла также погибает на Планте. Очень малых ХП игроков команды Cloud9 на тематике так и осталось своими. 27 юз, Кадубу имеет 29. Ну а команда Луминосити гейминг полная ПХП, за исключением Ела того же. И Пекель 100%. И вот как раз Пекель должен сейчас стать основной фигурой в этом выбивании. Нам остается только лишь дождаться активных действий. Но Планте Дифуза есть. Это абсолютно точно Луминосити известно. Они понимают, что никуда они пропасть в Дифуза не могли. И Скадубу тем временем он два минуса оформляет Скадубу. Как же он хорош. Вдруг ты уверен, что тебе нужно уходить из Counter-Strike. Просто я так смотрю и мне кажется, что нет. Еще раз, давайте запустим в чате хэштег Скадубу. Останься. 6.15. Я вот говорил, что бай будет последний. Бай не последний. Понятно, что сейчас должен был быть Форс, если команда Cloud9 выигрывает. Не без этого. И без этого не должно бы находиться ни в коем случае. Аутиматик взрывает Йела. Великолепный начало от команды Луминосити. Ну и как-то что-то у нас пока что две однокалиточные. То есть сражения Луминосити не показывают, боя не дают. По-моему, получается, Аутиматик вычислить ноги чьи-нибудь, кто будет там рядом с Смаком ходить. Пикейль отпрыгивает в плент. Но, правда, он единственный опорник точки А сейчас. Это критический, можно сказать, у него возможность взять этот раунд. Луминосити, вот если сейчас прям начнут давить. Но, правда, понятно, что давить сейчас не начнут, потому что бомбы еще слишком далеко. Пикейль прям не делает минус по тематику. Красного оставляют раз-раз. Всего лишь 23% здоровья у него. И что у нас будут делать, интересно, Cloud9? А Cloud9 все равно пойдут под точку А. Через мейн. Как же они ползают. Так, мол, в закладной на Бикейль находится Пикейль. Пошла флешка. Абсолютно стекущая ФНС. Пикейль там минус 3 сделал. Ну, это чудо, наверное, просто. Ну, вот выстрелились в линию. И да, Пикейль, окей. Пикейль красавчик здесь. 7-15, но все равно 8 раундов преимущества. 8 раундов преимущества. Насколько долго льминосити смогут держаться на плаву сейчас? Непонятно. Рассчитываю, наверное, раундов на 9. Да, на 10, может быть. Хотя так, если посчитать, смотрите. Для того, чтобы считать, нам, конечно, нужна экономика. Не без этого. Так, там 6300, 6100. Ну, на бае в следующем раунде у команды Cloud9 будет, даже если они бомбу не поставят. То есть, в любом случае, 2 раунда придется в Cloud9. Против Cloud9 играть льминоситем. Против девайсов. Очевидно. 2 молотов сразу пошли, чтобы из вентиляции точно никто не спался. Очень сложные действия от команды Cloud9. Прямо все синхронно делается, максимально осторожно играют. Ну, понимаешь, ты сейчас лучше закончи, да, уже пойти там куда-нибудь гулять. Потому что, скорее всего, у нашей Америки хорошая погода. Сейчас. Плюс у них, по-моему, вечер. Типа там, сколько? У нас 5 часов утра. Соответственно, да, у них где-то там часов 8, наверное. Ну, в зависимости от часового поезда, конечно, там. Потому что между побережьями 4 часа разница, правильно? Если я не ошибаюсь. Противо 4 часа. Вот. И, конечно же, от того места, где ты живешь, тоже многое зависит. Вот. Но, тем не менее. ФНС готов выходить. ФНС говорят привет, родной. Но Пикель, правда, не перестреливает своего оппонента. Чела, тем временем. Напоминаю, 26% здоровья. Гелл промахивается. Очевидно, минус. Должен был здесь делать абсолютно точно фраг. Но, к сожалению, этого не случилось. Чела с Шеллтаймом. Будут выбивать этот плент, потому что не выбивать означает поражение. Бомба уже ставилась. Игроки команды Cloud9 заняли очень удобные позиции, что буду ему точно абсолютно не отдать. И Шеллтайм подходит вместе с тиммейтом через Катволк, где Фуза есть. Откинули единственную флешку, которая у них была. Промахивается снайпинг. И Фуллтайм, наконец, оказывается в спине у всех. И делает эти замечательные два минуса команды Cloud9. Выигрывает и вторую карту с счетом 16-7, друзья. Вот такие вот дела. Напоминаю, что для вас комментирует Данин Джейс. Сейчас небольшая рекламная пауза, после которой я к вам вернусь непосредственно со сплай.